Всем привет, девчонки! Вы меня постоянно просите снять видео, рум-тур нашей квартиры, но я пока не могу этого сделать, потому что она не до конца у нас обустроена, у нас нету штор, нет жалюзи. Грубо говоря, мы на виду у всех соседей, они даже сейчас увидят, что я сижу и снимаю видео, и, странно говорю, на камеру, наверное, со стороны им так кажется. У нас нету тумбы для телевизора, нам не привезли половину тумбы и до сих пор не могут довезти, уже, наверное, прошло неделю-две-три. Вы, наверное, в курсе этой темы, если подписаны на меня в инстаграм. Кстати, кто не подписан, можете подписаться на меня в инстаграм, ссылочка на него будет в описании, и я записана как Виктория Близ. Вот, в тему рум-тура, подводящие такие ролики, я могу снимать покупки для дома. Я думаю, вам это будет интересно, тем самым я вот так буду постепенно покупать покупки и показывать вам. И в конечном итоге я покажу вам рум-тур, сниму в нашей квартире, и вы увидите вот эти самые покупки в этой квартире. Вам, наверное, даже будет приятно, что вы вместе со мной обустраивали наш дом, облагораживали. Сделали потуцей и много чего купили для дома. Самая первая покупка, которая у нас была и которую я давно хотела, это вот такие вот аромопалочки. Они цитрусовые, пахнут очень вкусно, Новым Годом, мандаринками и елью. Я думаю, вы сразу даже поймете, почему и как. Смотрите, вот такая вот баночка здесь, и здесь веточка ели, и сушеный апельсин. Пахнет Новым Годом мандаринками вместе с елью. Вы представляете, что это за аромат прям новогодний? Ах, знаете, хочется скорее Нового Года, несмотря на то, что сейчас ноябрь. Вторую покупку, которую мы сделали, это вот такую вот штучку. Вы, наверное, подумаете, что же это нам показывает такое странное. На самом деле это светильник. Это вот такая вот звезда, она в собранном виде. Ее нужно будет разобрать и поставить, прикрепить вот к этой стойке вот так. И она будет светить, подключить. Ее нужно будет еще лампочку вкрутить. Это все, к сожалению, продается по отдельности. И мы все собирали. В общем, я сейчас вам соберу и покажу, как это выглядит. Мы решили поставить эту лампу на комод в нашей спальне, чтобы она придавала уюта. Она выглядит очень мило, особенно, когда ее включаешь вечерами. Мне нравятся вот эти вот узоры на звезде, особенно, когда она светит. Она выглядит очень новогодняя на данный момент, потому что у всех новогоднее настроение. Но когда Новый год пройдет, ее также можно будет оставить, потому что она будет очень хорошо дополнять интерьер. Вчера была совершенно такая необычная ситуация. У нас был день, реально нацеленный на покупки для дома. Но я шла по трековому центру, повернула голову и увидела ее. И сразу же влюбилась. В общем, это была куртка в магазине Остин. Давайте я вам не буду рассказывать, а просто покажу видео со вчерашнего дня. О, смотрите, какая прикольная парка висит в Остин серого цвета. Надо зайти ее посмотреть. О, кстати, вот эта куртка тоже прикольная. О, это та самая, которая была на мини-кене. Кстати, очень приятный серый цвет. Выглядит она очень круто. А какой мех натуральный. По ощущениям, она теплая. Нужно посмотреть, какой у нее наполнитель. Ммм, 70% пух утиный серый и 30% перо. Значит, она теплая и минус 30 градусов выдержит как раз на зиму. Натуральный мех лиса. Сразу было понятно, что мех натуральный, потому что он очень приятный на ощупь. Это размер XS. Я обычно ношу S, и бывает XS, поэтому я возьму сразу две куртки и примерю их. Она выглядит очень стильно, сочетается с моими вещами. Мне очень нравится. И она, кстати, очень удобная. Здесь есть вот такие вот еще прикольные лямочки. Смотрите, как это выглядит. Очень забавно. Вот так можно носить куртку, и при этом она не будет спадать. Ну, вообще прикольно. Я как раз узнала, была такая куртка на зиму в casual стиле. Смотрите, какая у нее здесь прикольная нашивка. Куртка называется Nordic. У нее большие здесь вот такие вот карманы. Я не очень люблю носить сумки, поэтому складываю все в карманы. И есть вот такие вот кармашки на груди. У нас любит Денис такие карманы, засовывайте руки, потому что перчатки-то он вообще не носит. Все, я ее беру. Ой, блин, я чуть пальто свое не забыла. Всем вам понравилась куртка. Я дарю вам промокод ZIMA7 со скидкой 30% на все пуховики линейки Nordic. Также я промокод оставлю в описании и ссылочку на эту куртку в интернет-магазине Остин. На следующую покупку сейчас вы тоже подумаете, что это что-то очень странное. На самом деле нет. Просто она на камере будет казаться, наверное, гигантской. Мне так кажется. Смотрите, это вот такая вот корзина для белья в белом цвете. Мне нравится, что она вот такая вот плетеная. У нее нормальный механизм открывания. Смотрите, она нормально вот так вот открывается. И здесь есть вот такой вот мешочек, который можно будет развязать. Если что, вот эти вещи грязные отнести в стирку. В общем, как-то так. В общем, просто другую комнату, потому что у нас стиральная машина находится на кухне. А корзина для беля будет находиться в ванной комнате. Решили взять вот такую вот белого цвета, потому что у нас стилистика в ванной. Мраморная белая плитка и серая мраморная плитка. Чтобы это все сочеталось, мы искали везде корзину для белья. Это так сложно реально найти симпатичную, чтобы она просто вписывалась в интерьер. Это оказалось так сложно. Хотя это такая, знаете, простая вещь, которая нужна реально всем. Но реально хороших корзин для белья вообще практически нигде нет. Это реально было сложно. И был какой-то квест ее найти. Мне нравится, что она вот такая вот плетеная и в белом цвете. Она очень удобная. И нам, кстати, как раз-таки нужна была вот такая вот корзина для белья. Не очень широкая. Потому что у нас там такое пространство небольшое осталось. И она высокая. То есть она будет еще служить, знаете, как полка. Чтобы с левой стороны положить телефон. Поставить на зарядку. У нас там как раз-таки находится розетка. Следующая покупка, которую мы сделали, это вот такая вот салфетница в золотом цвете. И вот такие вот яркие розовые салфетки. Я их обожаю. Я, кстати, уже, наверное, покупаю седьмую упаковку. Вы, наверное, может быть, даже видели их в сториз. Но они реально очень красивые. И очень хорошо сочетаются вот с этой салфетницей в золотом цвете. Мне нравятся вот эти вот узоры в ней. Они такие довольно минималистичные. У нас кухня в таком белом, мраморном, розовом, золотом цвете. Поэтому вот эти вот розовые салфетки идеально сочетаются с золотой салфетницей. А я считаю, что одна из самых важных частей в доме это органайзеры. Они реально очень удобны. И создают порядок в доме, если правильно все складывать и хранить. Мы решили купить вот такой вот органайзер. Он такой мягкий, не очень-то глубокий. Денису специально для техники. Чтобы Денис сюда складывал камеру. Сюда, наверное, петли, микрофоны. И все-все-все. Может быть, даже найдет место здесь вот эту вот полосочку. Для чего-то определенного. Сюда, кстати, можно складывать удобно. Всякие пульты. Это мне только что пришло в голову. Можно, кстати, петли сюда поместить. Они как раз-таки, я думаю, поместятся по ширине. Вот сюда две петли. Еще мы купили вот такой вот белый органайзер, чтобы хранить вещи, которые не так часто нужны. Например, сезонные. Чтобы убирать их на самую верхнюю полку наших шкафов. Ну, он, кстати, не подходит для вещей, чтобы просто там складывать нижнее белье туда. Колготки, что-то такое вот. Не нашла почему-то в магазинах нормальных органайзеров именно для этого. Поэтому я думаю, что я буду где-то их заказывать. Я, кстати, заказывала до этого, может быть, год назад органайзеры. Но они мне не очень нравятся по качеству. Поэтому я буду еще искать другие какие-то варианты, которые мне понравятся. И если я реально найду что-то действительно классное, я это покажу вам в следующих видосах. Еще мы с Денисом решили купить вот таких вот четыре фоторамки одинакового размера. И повесить их над нашей обувницей, чтобы там не было пустое место. Вот. И мы повесим вот таких вот фоторамки две штучки в один ряд. И сверху еще две фоторамки повесим. На каждой фоторамке будет изображен кто-то из нас. То есть на одной фоторамке буду я, на другой Денис, на следующих двух Баттерс и Элис. То есть будут все наши члены семьи. То есть при входе к нам в коридор сразу будет понятно, кто живет в этой квартире. От этого, как въехать в нашу квартиру, я очень хотела, чтобы у нас подстаканник, подзубные щетки и мыльницы были в таком вот стиле под дерево. Когда мы купили, принесли домой, поставили. Денису не очень понравилось. И поэтому он сказал, давай это не будет у нас стоять ванной. Мы купим что-нибудь другое. Например, под мрамор. А под мрамор мы нигде не можем найти. То есть я думаю, что это нужно будет где-то заказывать, искать. Вот. И поэтому мы пока вот этим вот не пользуемся. У нас черный стакан под зубные щетки и мыльница тоже. Я купила вот такой вот органайзер для ватных дисков. И органайзер для ватных палочек, которые будут вот здесь у меня храниться. И вот здесь будут храниться либо салфетки, либо что-то из косметики. Я это все поставлю на свой столик с зеркалом. В общем, кстати, как у вас в семье называют этот стол с зеркалом? Например, сейчас его популярно называть гримерным зеркалом. В каких-то семьях называют трилляж. У кого-то называют туалетный столик. У меня, по-моему, родители называли и трилляжом, и туалетным столиком. Поэтому я называю либо так, либо так. И напишите сейчас в комментариях, как принято называть этот стол с зеркалом в вашей семье. потому что мне очень интересно. Я его, кстати, пока еще не заказала, потому что не могу определиться с размером. Я хочу зеркало, чтобы у меня было 80-е либо метровое. И со столом я не могу определиться, мне нужен стол метр двадцать или же метровый. Нужно это все заказать, сделать по заказу, подождать, пока это все сделают и привезут нам. Так что я думаю, что это, наверное, будет только через месяц. Я еще приобрела вот такую вот шкатулку в белом цвете под какие-нибудь аксессуары. Может быть, сережки или кольца. Мне нравится, что здесь есть вот такая вот сверху коронка в золотом цвете. Я не знаю, почему меня начало как-то тянуть именно на золотой цвет. Раньше я любила только серебро и все, что было под золото, мне совершенно не нравилось. Я такая, если там есть что-то под золото, я не буду это брать, я лучше под серебро. И если не было под серебро, я не брала под золото, если там было, в общем. Но мне очень нравилось. Знаете, сейчас будет рассказ о наболевшем. Мы купили Денису вот такую вот швабру. Она двухсторонняя. Вот с одной стороны швабра. С другой стороны переворачиваешь еще швабра. Правда, она в магазине уже была грязная. Поэтому мы решили купить новые тряпки, которые сменим вместо этих. А эти постираем. Вот. Если они нормально не отстираются, мы их просто выкинем. И она выжимает примерно вот так. Вот. Я не могу нормально это пока сделать, потому что у меня болит на правой руке локоть. У меня поврежден он. Я не могу разгибать и сгибать до конца руку и носить тяжелые вещи. Это уже примерно где-то месяц точно у меня. Я не иду все никак к врачу. Мы купили ее из такого вот серого нейтрального цвета. Кстати, реально серого цвета швабру было найти реально сложно. Они все какие-то яркие. Причем они прям кислотно яркие. И здесь вот такая вот вставка мятного цвета. Но она тоже нейтральная. Поэтому мы все-таки ее купили. И вроде у нее качество хорошее. Но мне кажется, что вот эта ручка в дальнейшем все равно сломается. До этого швабры, который мы покупали, нам реально хватало их, может быть, на месяц максимум. И ручка просто вот эта вот ломалась наполовину. Раскребывался вот этот механизм откручивания от швабры вот этой вот палки. Сейчас вы в комментариях по-любому напишите мне, что Вика, зачем тебе швабра? Мой пол руками. На самом деле я мою пол руками. Но когда его нужно протереть, я использую швабру. Я всегда протираю пол шваброй, чтобы это было быстро. У нас потому что баттерсы или смогут напачкать пол. Не в плане там сходить в туалет, не туда просто. Они кушают, что-нибудь напачкали, куда-нибудь, может, вляпались, напачкали пол. Или просто пол напачкался. Берешь швабру и быстро протираешь пол. Все чистенько, все хорошо. То есть пол там, я не знаю, моется раз в три дня, раз в неделю. А швабры протираешь просто по-быстренькому каждый день. И при этом, знаете, швабры очень быстро ломаются. И я не понимаю, что за бред полный реально. Покупать швабру, там, я не знаю, раз в месяц, это реально за шквар. Поэтому мы решили взять дорогую швабру. И, надеюсь, реально надолго. Мне кажется, рассказ про швабру реально был дольше, чем сам весь вот этот вот ролик. Надеюсь, вам был интересен этот рассказ. Пожалуйста, прокомментируйте его. Потому что, если вы ничего про него не напишите, я буду думать, что я просто сидела, болтала впустую, и вам это не было интересно. Напишите, было вам это интересно или нет. Мне реально это очень важно. В принципе, это все покупки. Я думаю, что в дальнейшем я буду совершать еще и снимать видео. Если вы хотите вторую часть, то я обязательно сниму. Я думаю, что там будут такие покупки именно для декора дома. То есть, как мы его будем украшать. Вот, мне кажется, там будет уже поинтересней. Ну, а с вами была Вика. Всем пока-пока. Я вас всех люблю, девчонки.